Ну что, ребят, всем привет в очередной раз. Сегодня у нас наконец-то мид, а не саппорт. Думаю, вы очень долго ждали мид. Что-то делаем. Мне сдонатил чувак на аж целых 6 героев. Человек с ником Altergo, который донатил на нагу, решил заказать арка квапу визажа Аликана, белку Лину. Ну-ка, вы можете заметить, я на квапе. Персонажа, которого я ненавижу. У меня на нём буквально 0 винрейт на мэйне. Ну, я на мэйне в своё время в какой-то момент бегал мид. Я бегал мид весь полный свободное время, брал других героев. Я видел, что Дэнди, да, конечно. Вот, и я думал лучше, как Дэнди пойду уничтожать на миде и т.д. Чё, варт мой нашёл, что ли? Блядь, если он мой варт там сломает, это забавно будет. Агент Ман 07, пацан. Не, ну я не так хочу далеко бежать. Вот, в общем, я для себя открыл билд. Давайте я временно замучу, чтобы... Блядь, он реально идёт вартчека, да? Блядь, да хватит, пожалуйста. Давайте видео записать, спасибо. Я в своё время... У меня не получалось на квапе играть. Ну, просто потому, что я не выигрывал. На ней не было кнопок нормальных, у неё был слабый ульт. У неё был не особо третий, был слабый аганим. Короче, герой сам себе был крип. Но что я подумал? Блин, надо придумать сборку, на которой я буду на квапе играть, в случае, если меня будут на стримах просить. Серьёзно, у меня была такая мысль. Мол, что мне делать, если меня на стриме закажут квапу? То есть, я же не буду играть обычной квапой, на которой у меня не получается. У меня не получается на ней добивать крипов. Ну, просто вот я не чувствую её анимацию. Мне не нравится её анимация во всех смыслах этого слова. Мне не нравится герой во всех понятиях. Герой просто не моё. Вот, бывает герой, который не моё. О, ты наезде все решил мне отдаться. Спасибо огромное. Не достаю кинжалом. Достал, всё. Моё. Изи. Вот. Не люблю героя во всех смыслах этого слова. Просто не нравится. Но у него есть один прикольный-прикольный момент. Это сборка, которую я давным-давно придумал. Насапа. Я такой сборкой, если требуется, хожу в мид. Потому что герой, на самом деле, не скиллозависимый, если ты играешь сборкой, которую я вам сейчас покажу. Вам пожелаю приятного просмотра. Хорошего вечера, приятного аппетита. Хорошего настроения. Хорошо кайфануть, вечером провести время. Ну и, соответственно, просто приятного такого вайба вам вечернего, чтобы было комфортно смотреть, и вы хорошо провели время. Ты не знаешь, как пополнить свой баланс Steam? Используй сервис Купикод. У них самая низкая комиссия на рынке. Также на Купикод собраны игры, которые ты не можешь найти на странице магазина Steam. Тебе не придется создавать новый аккаунт. Купленную игру ты получишь на свой Steam. А по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и дает скидку в 10% на покупку игр гифтом. Купикод это больше, чем сервис пополнения. Купикод это игровая экосистема. Они делают упоры на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры и прилагают систему лояльности. Весь процесс пополнения легкий и безопасный. Все, что тебе нужно, ввести логин и ввести промокод. Применить его и нажать оплата. Сервис не запросит твоих данных, только логин, который нужно пополнить. Ваш аккаунт остается в полной безопасности. А для уже зарегистрированных пользователей есть небольшой бонус. Кешбэк на каждое пополнение и покупку. А еще через Купикод ты можешь пополнить казахские аккаунты. И аккаунты других стран по очень выгодным ценам. Ну и приятного просмотра ролика. Ну и соответственно, может быть попробовали эту сборочку. Потому что я ее давно-давно придумал. Когда вот была безысходность, когда мне нужно было играть на квапе, но я не знал как. Потому что, как знаете, вот даже самый конченый сможет сыграть на такой сборке. То есть в принципе, если я смогу, то у вас тоже получится. Я, поверьте, я не сильный мидер. Еще более того, я очень плохая квапа. Но этот билд, он просто хорошо работает. Он просто очень эффективный. Какова идея билда? В чем сила раньше была квапа? Что она доминировала линию за счет первого скилла. В один момент первый скилл слишком занерфили, сделали говном. И как будто бы доминировать линию стало очень сложно. И теперь, когда я играю на квапе, я пытаюсь заулынить в линию. То есть полностью заулынить. Прям вообще без вариантов заулынить. Чтобы не было варианта линию на равных ставить. То есть линию в салат выиграть. Без вариантов. Я для этого покупаю все, что позволит это сделать. Первым айтем я покупаю, очевидно, ботл, чтобы контролить руны. После ботла я, очевидно, играю всегда в нулик, либо брейсер, либо в рейсбен. В зависимости от игровой ситуации. Ну и вот самый важный айтем в этом билде это вессел. Быстрый-быстрый вессел. В чем идея быстрого вессела? Как вы можете помнить, шадлоу-страйк, ваш первый скилл, наносит периодический урон. Который, ну, довольно-таки больно харасит. Большинство врагов. Да, в принципе, да. Только декан, наверное, похуй на ваш первый скилл. Остальным героем в целом похуй на этот скилл. В целом не похуй, да. Вы любого героя кинете кинжал, он подгнивает. А теперь представьте себе 2х. То есть, когда вы в двойную урну кидаете. Ну, то есть, первый и урну. За счет... Многие, видите, да, вот даже чувак боится получать первый. Нас это супер устраивает. Потому что все остальное время мы в миде что делаем? Правильно, качаемся. Ну, в моем случае, икс пополучаем. Я говорю, я не умею накопить этого крипов. Не бейте меня. Вот. Я буду играть как псих, агрессивно. Поскольку зев стоит пассивно, мне стоять его перекачивать нет смысла. Я его не перекачаю. Мне нужно его убивать. Он в лес быстрее, чем я фармит. Поэтому лучший вариант, что я могу тут сделать, это играть агрессивно, как псих. Подошел, блинк нажал. И идешь тычковаться с ним. Все, пусть он там что-то прыгает, кукает, пукает. Нам все равно. Мы сейчас делаем урну. С урной пойдем дрочильную адскую устраивать. Все, батлом отпились. Такой стиль игры мне очень нравится, когда ты прям как псих играешь. И идешь вот на стоп тычковаться. Потому что у тебя в этом патче начал хилить кинжал. Кто не в курсе, кинжал сейчас хилит от урона. И вы можете получать лишний орех от башни где-то. Где-то подставиться. Вы все равно все это камбэкнете. Схожу за руной, пожалуй. За этой. И вернусь с блинка на эту. Максится кинжал. Раскачка будет 4-1-1. Я называю эту раскачку психопат. Потому что буквально только псих будет играть раскачкой, в которой цель заулынить в убийство на линии. Убивать вы будете начиная с 6-го левела. А иногда раньше, если враг ошибается по хп. А враг будет ошибаться. К слову, вот он сейчас ошибся, мне кажется. Он сейчас... Как минимум, очень много хп за это потеряет. Хотя ладно, я лучше пофармлю. У меня сейчас урна. Я ее заряжу единожды. И дальше будет просто сноуболыч. Все, 2 кларити докуплю. Сурна у нас еще манереген добавляется. Очень такой, ну, небольшой, но приятный. Типа, вполне достаточно, чтобы хоть как-то линию стоять. Так, у нас уже был манна. На блинг и он кларити отпил. Мы ему, конечно же, эту кларити поможем использовать полноценно, чтобы он гайфанул. Вот, видите, да? Закинули кнопку. Такой вот у нас геймплей интересный. Мне там чувак вначале сказал, что у меня будет линию тяжело стоять. Но я не вижу сложностей на этой линии. Хотя, может быть, килл еще зарешал, но нет. Просто бил такой простой очень. Урну переложим. Она же дает сейчас статы? Да, она сейчас дает статы. Я просто малая на всякий случай. Чакларити еще приедет. Я говорю, манерегена от урны вполне хватает. Дальше я первым статом делаю весел. Потому что идея этого билда просто в бесконечном спаме. В бесконечном спаме. И ты, соответственно, будешь нон-стоп бегать, драться. Капельки купим. Без всяких там айтемов на фарм. Видите, ПТ-шек там, знаете. Что там еще квопы берут? Травелов там в теории, да? Мы онли в убийство онлынимся. Чувака нет на линии. Окей, мы качаемся просто до наших спайков. Наш спайк 6-7 левел. 6-й получим. Будем с ТПшки на линии ТПХС убивать героев. До 6-го стоим, кайфуем. Данаем крипов. Как психи. Лес мы плохо фармим. Поэтому, ну, линию мы всегда стараемся прежде себе держать. Смотрим на лайн. У нас почти 6-й. Анлак. Анлак. Не повезло. Розетка в топе. Ну, мы из веса будем доминировать. Я повторюсь, у нас это основная цель. Сейчас дропнем вард. И за счет блинка у вас почти всегда получается руну забирать. Что самое комфортное. Смотрим за руной. Руна в боте. Отлично. Руну сейчас возьмем. За ДДшкой я, в принципе, могу реально ТПХС уже делать скиллы. Давайте подеремся, гайз. Так, я ДДшку нажму. Сейчас ДДшки подерусь сначала. Дрежу урну. Там буду ломаю. И кинжал в 4 снова сюда. Ультой, возможно, закаешу. Нормально. Еще и без ТП убили. Красотища получилась. Вот. Очень простой килл. Помогли. Увидели драку в боте. Сделали деблкил. Вернулись. Получили комендик от братишек. То есть на жутонах тоже можно использовать. В основном не заруините. Кинжал у нас 3 поинта. ДДшка все еще активна. Заряд урны есть, как я и говорил. Сейчас будет веселуха. Вот. Кинули две кнопки, гайз. Две кнопки кинули. Кинули две кнопки в человека, если что. Урну. И первый скилл. Понимаете, да, в чем суть? А суть, где попало, как говорил мой тренер про баскетболу. Все. Идем за руной возможной. Один чарж урны всегда оставляем, потому что это потенциальный килл... Это возможный килл потенциал. Если вы будете думать, что там... Я сейчас захилюсь урной и т.д. Не-не-не-не-не. Последнюю урну всегда только в драку. Никуда больше. Здесь четвертый, мы седьмой. Линия обдрочена, обосрана у него. Еще гранатки можно под усиление взять. Стики загрейдить. Ну, типа, я могу урну купить, но у меня сейчас нет ресов на драку. Я могу подкачаться, поэтому куплю стики, заряжу стики. Будут статы дополнительные. Все. Дальше Макиса не Брин, как многие привыкли, а третий скилл. Скажете, Дэн, а если вот ты поделал киллы, и игра в лейд затянулась, что дальше делать? Гэй, все супер просто. Вы просто в один момент можете свищнуться в два арта. Либо вы берете Акторин и Аганим, либо вы идете в Мидос. О, Зев забрал урону, блядь. Ну, онлак. Он прям стоял на руне. Что-то неожиданно для меня. Очень радует, что у меня две остальные линии проиграны. Я прям очень доволен. Наконец-то у меня не будет игра 20-минутная. Надеюсь. Хотя, может быть, у меня и эту получится 20 минут выиграть. Все, идем подкачиваемся. Помним, да, про нашу агрессивную игру, что мы постоянно как психи играем. Я пробовал там билдей еще арбоменом Грейшины, мне не понравилось. Поэтому вам пробовать не советую. Обязательно ТПшку еще иметь. У меня, к сожалению, нет, потому что маны нет. Я не смог законтролить ресурсы. Но я могу так вот подойти немножко. Ну, нет, там башни уже нет. Там, скорее всего, вард стоит. Мы Зевса видим. Зевса доебемся, в принципе. У него вард вот тут стоит. Мы сейчас его сломаем на халяву. Как я узнал, он в топе до этого играл очень долго. И постоянно отходил, когда я подходил. Просто, ну, типа... Дедуктивный метод. Я не дед, но дедуктивный метод использую. Руну щита подобрал. Единственная руна, которая его спасает. Ему хоста в тюрьме могла помочь, но... Сами понимаете. Нажав хосту, он упросту убежит и не будет фармить. А с руной щита он даже фармить может. Что очень грустно для меня. Там драчки происходят. Скоро у тебя там руна щита кончится? Я думаю, не очень. А, слышишь, почти кончилось. Мне кинжал хорошо замедляет. Вот, весел, урна просто. Сами видите, ну, то есть, как это хорошо работает. О, еще хочешь подраться? В принципе, я могу. Я могу подраться. Не достаю немножко... Ну, у меня весел больно косает. Но я боюсь подходить. Весел, может быть, шестой? Я веселом добил, кстати. Не могу помочь тебе ничем. Много героев слишком. Ну ладно, пробую руну законтролить. О, видите, я говорил, что будет ульзивса. Ну, все, они решили теперь на мид играть. Но у них не получится. Потому что суть билда моего... Отдашь аркашке меня, братик? Руну инвиза забрал, чувак. Они сейчас будут все вокруг миды играть, но... Мы помним про наш билд, как он работает. Что вот мы просто кидаем гинжал и кайфуем. Эту пачку мы сейчас, в принципе, можем вот так вот нажать. Бам. И пачку запушить просто. Обожаю из-за этого орлока, на самом деле. Но не обязательно толпой миды ставить, ребят. Мне плюс одного хватит. Все. Дальше в этом билде у тебя два варианта. Либо ты идешь аганим окторин и нон-стоп дерешься. Либо ты берешь медаст рвла и раскачиваешься в лейт. То есть и то, и то хорошо работает. Из моих рекомендаций, это все-таки играть через аганим. Потому что это просто очень легкий билд. Найс. Сейчас толпу сломаю, потом с веселом еще этого чела забьем. Весел очень больно косает. Это прям, ну, очень больно. Гранатки еще туда. Блядь, как он живет на андене? Может, он догниет, на самом деле, от весела. Есть шанс небольшой. Я лучше подвыйду, на самом деле. Тяжеловато тут. Ну, что, четыре героя. Мы против них отлично пайтимся. Такой очень комфортный митер. Я на базу хилиться. Блядь, тоже урну купил, да, братик? Тяжело. Ну и ладно. Андайн очень жирный. Я еще пробовал билд через Вичблейд. Ты, типа, прыгаешь, даешь тычку и прокаст. Это тоже, на самом деле, неплохо работает. Я могу Вичблейд попробовать в этой игре, на самом деле. Вот просто интересно попробовать Вичблейд в этой игре. Давайте сыграем через него. Нейтралочку еще возьмем какую-нибудь такую, знаете, чтобы на агрессию прям. Ну вот, типа, Спарк или Ферри Трингет. Ферри Трингет возьмем. Блядь, Зевсик. Зюс Узбек. Вроде достал, вроде достал. Да, достал, достал, достал. Очень хороший килл. Очень жирный, хороший килл. Еще Варлок подкачался, красавчик. Найс. Все, отлично. Почему сапог не покупаю? Мне просто, ну, мне комфортнее играть таким билдом. Я больше как сап играю на КВПе. То есть, бегаю, участвую в драках, меньше подфармливаю. Сапог нужен, когда ты любишь там что-то подфармить, что-то побегать. Где-то, ну, там, посплитить немножко. Мне такое неинтересно. Варлок, к сожалению, умрет у нас сейчас. Ну, это нормально. Типа, мы пробили башню, стянули двух героев. У меня ТП кдф в топ. Есть топ, ребят, помощь? Ой, хорош. Могу ли я доебаться тут и не умереть? Если я бликанусь, то блик в один конец будет. 100 из 100. Не, видно каким-то образом. Интересно. Что-то враги реально, ну, на мид всей толпой пришли. Блин, они прям, видимо, целенаправленно хотят меня как-то поддушить. Но они не догадываются, что мне похуй. У меня герой просто такой, знаете, что... Ну, мне все равно, душит ты меня или нет. Кинь банды в пачку. Ага, nice. Все. Тут талант берется обязательно на увлечение срабатывания Shadow Strike, потому что в будущем вы можете свечиться в Bloodstone и с этим билдом играть. Блядь, ну, голем есть, голема нет. Ну, там четыре героя. Че, да, я ТП нажал. Они какие-то ебанутые. Ну, на самом деле, это огромный плюс, что он ТП нажал. Я у них руну в мудрости заберу, надо нашу забрать. Нажал смог и за рунной мудрости. Фичблэйд это больше на соло килл. Аганим это больше на темфайт. Вот такое важное различие в билде. Я кого-то тут встретил, не знаю кого. Но мне все равно, там станов не так много. Там буквально от давинга станы. Я могу прямо так нагло бежать, забить хуй, пусть ТП хуется. Надо мид подраться. У меня большой отхил идет. Это важно помнить. Нормально. Пачку убьем с тобой, мид подефаем. Нормально мы подефаем мид. Я все активки отдаю на Квапе, это очень важно. Ты на Квапе за счет активок должен играть. А тут, видите, у нас с активочками есть трудности определенные. 200 голды до Вичблэйда. Это очень много. Учитывая, что у меня герой должен убивать, а враги вчетвером стоят в центре. А кому я должен гангать, если у меня на линиях ничего не происходит? Да никого, походу. Пытались убить Пашку, что ли? Кого он пытался убить? Бля, ну это плохая смерть. Ну все, теперь они в 4-ом миде, теперь они в 5-ом миде стоят. И убивать кого-то в соло сложно. Это, наверное, косяк билда. Я не должен был улынить в одного героя. Я должен был улынить в тифайт. Так, в принципе, я могу так переложить арморчик. И даже с Клингзом фейс-то-фейс закуситься. У меня много армора довольно-таки будет. Как я уже говорил, Копа плохо фармит, поэтому... Всегда приобретите играть вот, ну, то, что я сейчас делаю. На киллы, либо от пуш-линий. Ведь да, насколько приятно идет отхил от первого скилла. Будь у меня Вичблейд, кстати, я бы убивал сейчас Зевса. У меня нет урны. Прыгать далеко опасно. Я не вижу Клингза. Зато вижу Зевса. Но у меня нет урны заряженной, это важно. Будь у меня Вичблейд, я бы убил его, кстати. Сейчас вот он подойдет на Зевса, я прыгну в него. Мне очень хочется забрать хотя бы одну активку за последние тысячи лет. Я успел нажать кнопки. У него юл, да? Да, у него юл. Ну, ладно. С активкой снова не повезло. Повис нажали. У нас сейчас есть руна. Наконец-то у нас есть руна. И самое кайфовое, что пока они в миде что-то там пукуют-какают, у нас команда в топе собралась четвером и дала пизды врагу. Вот насколько мы импактный персонаж. Найс. Так, что дальше в этом билде сделать? Я думаю, аган. Аган самый лучший выбор. Аган вообще имба. Можно еще сделать какой-нибудь в рейсбен тут. Просто вот. Просто душой взять и высрать в рейсбен. Я себя показал. Как мы знаем, враги, когда меня видят, сразу же активизируются, бегут в пятером. Все, в пятером прибежали. Не повезло вам, парни, не поймали. Маньяки, маньяки натуральные. Свич белый дом я уже фармить пичками даже могу, что меня очень радует. Так, ларить, отопьем. В принципе, еще можно руной, да, похилиться немножко. Надо вещи перекладывать. У меня слишком много монопол. Не буду использовать способности для фарма сейчас. Сейчас я нажму Ешку, у меня маны не будет в драке. Просто автоатакой зафармивали у нее и все. Справимся. Надо искать соло киллы, но враги соло не бегают. Плюс у меня весло незаряженный. Ее можно зарядить либо смертью, либо убийством. Ну, моей смертью. Но мне использовать свою смерть не очень хочется со стриком 6-0. О, да шаркана. Отлично. О, хаста появилась. Я знаю примерно место нахождения врага. Я также знаю, что тут есть вард. Но я могу, типа, забежать, пока враг Ншей бьет. И выйти на него. Они не стали бить Ншей. Они нажали проказ только что в братишку моего. Поэтому я могу, в принципе, сейчас проказ... А, Зевс нажал Юльчик своей защиты. И развили на 2 ТП. Ебать, вас тут. Вау. Слушайте, это хорошо я урну зарядил. Не, ну они, типа, как команда сыграли прям. И Зевс тоже такой билд сделал чисто на защитку, чтобы ни в коем случае не умереть. Юльчик и т.д. Но это окей. Мы просто сейчас будем Зевса менее в приоритете брать. Что тут есть еще у нас? Гроу-боу хорошо. Гроссомер Скейп хорошо. Философ не очень. Гроу-боу возьмем. Хороший, хороший грант на билдер. С Аганом у нас очень хороший тимфайт будет. Ну, без меня драться... Старайтесь со мной драться, ребят. Я очень много дамаджа в нашу, если мы вместе делаем. До меня 5 секунд. Блядь, только не прыгну на него. Ну, блядь, бро. У меня на прыжок в один конец был. Вообще... Он без отсоса. Это их кэрри был. И с пятюни надо бежать. Они же там пятюни давали у меня перед лицом. Вот сейчас я тоже помахаю. Примерно понимаю, куда он бежит. На макс Рэнджу, блин, конемся. Нажал Ешку, чтобы проверить, если он на ХГ, я увидел бы снаряд, который в него летит. Найс. Ну, дальше идти. Ошибка дальше идти вместе. Ну, типа они просто умрут. В этом нет смысла. Не знаю, мне как будто бы даже травела хочется купить в этой игре. Подфармить немножко. Есть ощущение, что драться в этой игре невозможно. Враги либо в пятером, либо никак. Так, соло-килы тут делать сложно. Я настолько сильно заболел чела в центре, что... Он просто с командой на стоп теперь играет. На экспо не успел. Поставь, поставь, поставь. Не оставил. Видимо, у Варлока хила нет, да? Да, хил в четыре. Нет хила. Так, травела-то я сделаю, наверное. Подфармлю. Ну, просто нету драк. Враги в пятером стоят. Хотя вот тут что-то можно придумать сейчас. Давайте пробуем. Хорошие каски. И тюню. Че, разворчик, наигрался? Катки капут произошел? Катки капут. О, зюсик. Вард стоит. Брат, а что дальше? А что теперь? А что теперь, братишка? А что теперь-то? Шо-то пирь-то? Второй пошел. Весел. Весел еще нажали. И ур. Теперь там бушку еще с кайфом. Шо теперь-то? Юльчик нажали, подсейвались. Что-то не спас Юльчик. Билд, конечно, работает только если с тобой четыре героя считает. Так, ну очевидно, интервал шадоу-страйка. Шап чаще кликал. Бля, это плохая пауза, потому что сейчас тпшки могут наделать, потому что долго на меня смотрят. Но я все равно думаю, он не вернется. Я думаю, он просто играл до одной смерти, как это часто бывает. На кэрри типа Разора. Ты один раз умираешь, игра у тебя заканчивается. Просто такой герой, на самом деле. Ты как бы не можешь в лейте на нем без фарма победить. Тебе либо убивать, либо очень много фармить. Он решил пойти в убийство билдом. И все, он этим билдом фармить не может. Его герой не может фармить так. И в итоге, что мы имеем в остатке? То есть да. Так вот сделаем. Бля, ко мне, наверное, обращались в игру. Что, трон хотим сразу? Ну они шумные, скорее всего. Поэтому я в принципе даже не очень... Да, мы не зайдем в трон. Мы не зайдем. Я, ну типа, не очень не рад, что я их не слышал. Мне кажется, они очень громкие были. Давай тогда понизу и как раз к шарду перетянемся, шард заберем. То есть я не помню? Они только первую одну руну-то тут забрали. Больше они рун не брали. Мы все визом ихних. Их вильных. Ой, заново. Шард нажавает. Глиф. Конечно, мы ломаем куда-нибудь. В принципе, можно аркан еще в этом билде, кстати, купить. Ну не, мне травола важнее. Метравола больше дадут. Даст или... Что иметь? Дастик или ботл? Ботл нужен только если он полный. Я могу перекладывать его, поэтому не обязательно продавать. А вот один слот, который я буду носить, даст или стики теперь. Блядь, да что ты... Дай мне поз... Чувак, я записываю, не ты. Я записываю. Что-то сидит, блядь. Что-то, блядь, раскаливает тут, расколивает. Т4, я не буду. Так. Бам. Чакнем рунку. Травола очень эффективно этом. Вы сэкономите очень много денег на ТП. А что самое важное, оно меньше кдшится. И вы в лейте можете заапгрейдить их во вторые травола, чтобы команде коннектиться. Сейчас я тут, видите, бегаю что-то в соло. Хуяк ТП нажму, с командой буду играть. Важная механика, что травола еще не просто хороши в такой игре, а в игре с варлоком. Голем жмется. На голема летишь. Подвыду чуть-чуть. Что? Ё-моё. Меня видно, меня видно тут. Мне очень нравится этот прокаст из двух способностей. Все, брат, крепись давай. Более за тебя, братик. Давай. Опа. Ле, это лучший билд в игре на самом деле. Не, ладно, не лучший. Лучший билд это старый билд на Марса через брошку. Вот он реально лучший был. Но он был имбовый, несчастный. Идем сюда. Забираем приколы. Забираем приколы, у нас Аганим. Что делает Аганим на Квапе? Он делает возможность Шадоу Страйк применять по области. И теперь, когда этот скилл заканчивается или диспелится на героя именно, то Шадоу Страйк использует ваш скрим оф пейн. То есть, нажав на врагов кучу вот этих первых скиллов, вы мало того, что их дамажите первым, вы еще и ПКД заебываете их скрим оф пейном. Так вы еще что-то в Страйк на толпу можете юзать, что тоже очень выгодно. То есть, Аганим еще и для качки сойдет. Так. У меня почти есть Аган. Немножко подобьем ручкой тут. Не того крипа ударил. Все отлично. В идеале на Квапе, когда фармить, еще вот так вот делать. Сводить на две сразу же пачки. Найс. Подвыйдем чуть-чуть, ощущение, что на меня могли выйти. Слушай, тут фарм, блядь. О, мне шард выпал. Пукчомп. Это на самом деле тоже неплохой шард. Он хорош в основном против героев, которым нужно что-то сбивать. Вы блинкуетесь и юзайте сайленс вместе, где вы, откуда вы блинкуетесь, и вместе куда. То есть, бам, и урон еще нанесли. Очень удобно. Что он еще дает? Урон и сало, да? Я просто думал, что может еще кд уменьшает. Было бы вообще волшебно. Реген сейчас бот я заберу быстренько. Ну, почти реген. Кстати, руна щита прекрасная на Квапу. Герой очень уязвимый. Хотя с нашим билдом у нас много хп, но в целом очень комфортная руна. Да, разорно игрался. Да, я сам проще. Разорно игрался. Я говорил, что играть, и фасену может быть 20-минутной. То есть, я как бы сначала увидел, что команда въебывает. Подумал, блин, ну наконец-то игра будет, да? Не в одну калитку на канале. И все равно, блядь, я бегу, и у меня миллион киллов. Парни, отъебитесь. Я качаюсь. Отъебитесь, парни. Чего вы доъебались до меня? Ну, они бешеные. Они только за мной бегают и... Ладно, пошли. Иду отсюда. Там герои, ребята. За мной только что пять героев тут было. Вар, поставьте. Немножко сплитану врагов. Ну, реально, в пятерых тяжело драться. Они просто как психопаты стоят друг за другом. Хотя, по идее, психопат я-то должен быть. Так, заберем сейчас активочку. С агонимом, в принципе, можно подключиться к команде. Все, розетка, прощай, брат. Враги тоже могут отключаться. Я на этом закончу запись. Не, не хотите отключаться до конца? Ну, похвально, похвально. Аганчик появился. Дэшка появилась. Там еще что-то из кустов полетело. Я не понял, что это было. Потому что это не очень красивое. Все, батл отпили. Ресы похилили. У нас тут есть детекшен небольшой. Можно бот-то пахнуть. Блин, дэшка на самом деле с агонимом, с блудмейлом его очень сложно убить. А меня вот вполне реально. Ну, я могу доебаться на него немного. Просто доебаться. Пачку отпушил. Все, убегаю, убегаю. Страшно. Что, дальше в этом билде сделать? Я думаю, шив оптимальный выбор. Арморчик. У него хекс, блядь. Я не знал. Ну, из хороших новостей. Хотя бульдивца въебали. То, что он умер от нейтралов, все равно. Тут дваждый факт, что он умер. От кого мне, честно говоря, дозенметр. Мне тут, знаете, какой билл, кстати, нравится? Через шраут. Есть ощущение, что он тут очень хорош. Там много магии довольно-таки. И шраут может помочь. А, вот. Я могу вот это загридить и потом сделать шраут. Ну, ребята без меня, видите, типа, побеждают. Но они побеждают не из-за того, что меня нет. А потому, что я в бот стянул двух героев. И они напали до этого. Пошим, пошим, пошим. То есть, тут все-таки моя заслуга большей степени. Они дрались без тамбы, без ондаинга. Клинкс на меня потратил кнопки, резы. Потом, соответственно, 2 в 4 была драка. И команда победила. Мы еще команде подойдем. В принципе, поможем. Надо было на голема так отдачаться по-хорошему. Выжг. Отлично. Так, вот, по области. Видите, сразу же Ешки нападают туда. Бам. И опять туда способности. Все летит красиво, конечно. Так, тут у нас по таланту, я думаю, от скрима урончик. Сейчас его Ешку нажмем. Очень далеко. И она будет их очень жестко косвить. Надо выйти подойдем. Им хуево, им хуево, ребят. Я с вами буду. Если драка будет, я в обеактность привлечу. Можно отойти, надо отойти. Мне плохо. Мы без проблем, отойти. Какие же очкошники. Ладно, я не против. То есть, я их почти убил Ешкой, видели? У меня, я не показал, к сожалению, это на видео. Но им очень плохо было от того, что у меня скрим оф пейнт по троим сейчас пролетел. На кресле качалки. Там фишка в том, что когда кончается, по каждому летит скрим оф пейнт друг по другу. От тебя к другим. Это очень больно. Чувак, очень интересная история. Ну, кайфует, чувак, кайфует. Балдеет. Так, послушаем. Общение вообще. Уровень дискуссии в Восточной Европе сейчас оценим. Те огоним собрать? Ой, огоним. Еще из-за этого посмотрим. Слушайте, из-за этого мне, на самом деле, эта штука нравится. Выглядит так плохо. Прям вообще неплохо выглядит. Просто много хп иметь. Хотя меня Зев все равно ебет по хп, честно говоря. А вот блокировка урона выглядит очень вкусно. Че, по низу будем, да? Ты казак заменяли, что-то? Че, по низу будем, да? Я же. Я себе могу рецепт довести себе и докупить. Ай там уже прям напрямую в потайной. Эй, ну все, пошла, пошла ебка откликса. Кура у тебя, кура, кура. Те кубоника. Уже как минут 4, брат. Я батя оброслал. На чили, на расслабоне. Ну ли, ебаная. Тогда опасно. Нам в центре под ноги нужны. Ладно, не покусите. НКБ 2 сега. Нажал, чтобы от себя немножко их отнести. Все, и по съебам. По съебасть-то делаем сейчас. Не, вы неправильно, не, вы не поставили тамбу, надо съебаться. Да не в тамбе, бро, проблема. У нас нет центрей под ногами. Нас герой с инвизой ебет в жопу. А какие центри там просто лего залетело? Ну бывает такое. Сентри говорит. БКБ или Монтопорный? БКБ. БКБ самое нужное в этой игре. А, ну все, там блинка. Ребят, ну он же не собьет на клинкзе его, правильно? Да, у него же нет второго сега. Мне не нравится то, что у него синвиза нет. Да, он синвиза вич подходит, кекс дает и все. Так, а что ему помешает дать синвиза второй и потом хекс? Блядь, ебаный урод. У меня вроде никак не нужно умирать тут. Трабойник заебался, он хексер, ебаный ебаный. Нифига ты там далеко зажал, братик. Там еще Разора позвали. Надо шарп техник выгивать, пацан. У меня почти есть Трэлл Шаут. Он же Трэлл Шаут называется, да, Трэлл Шаут. Очень сильно, айтам. У меня еще с маной проблемы перестану быть из-за него. Такой билд реально, угадай героя по сборке просто. Реально, я это на превью поставлю, угадай героя по сборке. Тамбу убей, сейчас убьют доктора. Осуждаю убийство докторов. Есть, конечно, не ГТРП, хотя в ГТРП тоже осуждаю. Убивать докторов в ГТРП, это, конечно, пиздец. Доктор, мы не умираем, он же доктор, он сам себя излечит. Да, брат, так это и работает. А вы думаете, почему доктора не умирают? Потому что они сами себя хелят. Чувак, явно... Охуенно мыслят. Гений мысли, как говорится. Бляди, он ебалка большая. Кейдом. Арчит еще есть. Да надо первый скил тоже мой, чтобы быстрее хил. Бояша, отхил что-то нажимаем. Сука, мне немножко не хватает. Можешь продать? Продам, пожалуй, реально. У меня просто очень сильно айтем ап нет. Давай, берем мне. Он еще против Зевса, против Гринги, и тут хорош. Это урна, конечно, на Вичдокторе. Это руины колоссальные. Солокальные, я бы сказал. А, сразу закрыли. Че там? Че, вот билд еще такого добавить, чтобы поугарать. Вот этого вот. Вот этого можно добавить. Че, с хлопа залетает, короче, ебалом торгует, и мы залетаем. А, так это выглядит? Не, не, не. Че, ебать. Я залетаю, я залетаю, пацаны. А, он буквально залетел, как только сказал. Ебать, неожиданно было. Куда его? Он немножко подвыть, а тут тяжело. Парни, тамба, откуда отойдите. Тамба. Ну, у меня довольно-таки нормально, на самом деле. У меня нормально, у меня нормально. Я там, надо. Понимаете, да? Сколько я терял шаун, тамба, блядь? Задумайтесь. Байбайк, мусаклингс, аккуратно. Ага. Че, давай. Отхили меня на варлоке, слышь? Как откатится, блядь. Там тычку не забывать делать. Тычка очень больно делает. Да пошел ты в жопу. Ломайте, просто ломайте. У меня терял шаун, вот слишком много хилит меня. Не знаю, это очень сильно айтем. Капу, как по мне, один из лучших, вообще. Да, кайфай там. Я не понял, че у меня здесь так разбивает? Скелетики. Подхили меня? Да, дэмэр, сказка. Блядь, он под футон свапнет же. Не достанет, нормально. А это мой лучший, он должен не хватит. Каланку заберите. О, ща, брат. Срочно. Ломаем потом. У меня герой не так хорошо пушит, как хорошо убивает пачки. Поэтому мне, ну, не так эффективно это делать. Тие места на хг было, так что. Улак. Хороооот, мужики Да, геймплей интересный Аккур, ты вообще вытаскивай Согласен Это наркоманы по аликсидит или что? Да Отсуждаю о наркомане Че и топ сломалось Ну, бро, ты ж понимаешь, с кем ты дерешься Ой, порезай Смахман потеряю все в м кстати вижу и как же заебывает мои кнопки вот эти видите да отхилл гайз видите на отхилл блять могу это на что-то из этого мысли блять тычку сделал тычку сделал он сгниет если он не нажмет блять еще умру блять ну что-то дай мне что-то блять у тебя же все есть буквально все есть он специально за них играет и чё ебать себе реакция слышь среагировал нормально он только лещ за мирное решение проблемы зашел в доту человек блять такая шутка почти вырвалась я думаю забаняли бы нахуй ну в россии посадили бы за нее а шутку моим телеграм-канале надеюсь послали не найдете так и туда тибу лет не будут не хочу сказать что-то в топе и я сказать что ровшан в одном из торговых центров россии тоже плачет кейс по лайку за ее слезу что не забираешься да он прожищал и чё это такое ну это парни к вам гости к вам к вам гости улыбать каски а что-то без медаса на варлоке самый сильный это на этого героя я сам по себе ебанутый верю туда ебузь это к вам сейчас опять драться пойдет потому потратили все ладно потом я пошел вы закончите спасибо куда ты мы еще не закончили да вы закончите без меня в этом голем залетел центре есть уже хорошо все теперь можно идти дать не мы еще не просто по клаве прокатился это команда это было смешно это люди реально получают довольств от игры я в том числе в этой игре кайфанул да ответ убил ладно гать такая откатка получилась здесь кайфанули посмотрели вам понравилось спасибо что смотрели всем до завтра увидимся как обычно 19 часов вечером если тоже хотите заказать героя через donation помним да что любой доната 1000 рублей пишите и т.д. в идеале конечно продублируйте это сообщение в телеграм чтобы я в случае чего вам мог писать ну там не знаю в случае там что герой выходил недавно или сборка там новая есть спрашивает лучше ну телегу у меня еще дополняйте типа я сдонатил на героя и хочу вот это вот все спасибо за просмотр всем удачи всем пока давайте посмотрим дэмэдж нетворсы разор конечно пиздец наверное в тильте был что он с фри линии проиграл вот у меня слушать очень хороший нетворс при том что я плохо фармил у меня всю игру был топ нетворс по какой-то неведомой причине топ-1 урон топ-1 опыт в минуту топ-1 гпм ну во всем топ поэтому да всем удачи и пока гайз